Евангелие от Матфея, 25 глава, 12 по 13 стих. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Всю жизнь читали молитвы, обращались к Господу, твердо верили, повторяли по 40 раз, а результат такой, что пришел тот, к кому обращались, говорит, а я даже не знаю вас. Ни одной молитвы вашей не слышал. У Господа-то голоса наши не сливаются все вместе. У него все на учете. Он знает даже воздыхание и мысли прежде рождения, наши, когда мы еще не родились. Знаю, говорит, а тут, говорит, не знаю. Что это означает? Евангелист Лука 13, 27 говорит так. И в этот судный, страшный, единственный день, продолжительность которого совершенно неизвестна, она может быть, этого дня продолжительность будет с сегодняшним сравнить, может быть, миллионы лет. Каждого отдельно дело будет рассмотрено в суде. От рождения до последнего первого человека и последнего. И вся вселенная будет смотреть, как мы жили, как мы что делали. Вся жизнь, каждая будет разыграна перед всей вселенной. Вот страсть-то где будет, когда. Вот сейчас приходит, иногда на память. Вот стою сегодня, я никогда не вспоминал, и пришло на память, как мы жили на квартире у бабушки. Жили вдвоем с двоюродным братом. И вспомнил ей злое сердце. У нее был брат-старичок. А мы его не любили. И не просто не любили. Он ушел, а мы фуражку его пинули. У них телка, а мы зашли охота покататься на ней. А сегодня-то я разве разрешу кому это делать? Я их сразу замешиваю. А меня никто не заметил, и никто мне не подсказал. Да хорошо ему подсказать надо было. Да ладно, уже молишься все время, Господи. А где что было? И вдруг всплывает. А сколько, что там забыто. И в судный день это все, как оно будет. И того человека не найти. Он умер. Я не могу попросить прощения у него. А сколько против родителей чего было? Евангелие от Матфея 7.23. И тогда объявлю им. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. А это все, что я говорю, это беззаконие. Мое беззаконие. Господь пробудет память. Сегодня жалуется, памяти нет. По разным причинам. Там ни одного не будет беспамятного. Я ни разу в жизни не видел, так я думаю, отца моего с двумя руками. Я не помню. Я вижу только он с одной рукой. И вдруг я его вижу с двумя руками. Все будет разыграно в обратном направлении. И будет показано. От первого нашего с крикой до последнего смертного вздоха с перекошенным лицом. И что думал, какие были намерения. Даже добро делал, а какие-то замыслы были. Какая-то корысть. И Господь скажет, притом не просто не знаю, а говорит, никогда. Ни в храме, ни во время, когда причащался. И он говорит, не знаю вас. Притом люди, это говорится верующим в основном. Иоанн 8.5.42 Но знаю вас, что вы не имеете в себе любви к Богу. Вот он почему узнает. Значит, мы можем узнать, как у нас Господь будет узнавать по любви к Богу. С родственной, с родственной нам должно сойтись. И сегодня все время надо просить у Бога, Господи, да буду я подобен Тебе. Не смотрите, как веруют какие-то люди где. Я говорю, наше будущее неизвестно. Вот скоро будет год, как мы числимся фактически в московской патриархии. Но на бумаге у нас ничто нигде никак не изменилось. Если будет по-другому, и нас здесь попытаются сдать, если мы покоримся, перейдем, а это абсолютно однозначно. Они нас в течение одной недели всех рассыпят. Сразу запрещать начнут. А мы им не нужны. Души наши нужны. Чтобы мы делали, как все. Но заходите иногда в храм любой, заходите, вы видите, как они ведут себя. Совершенно посторонние люди приходят, любой идет к причастию, любой. Тайной исповеди никакой нет. Вот это нас ожидает, если мы не будем сегодня ревновать, ценить то, что мы сегодня имеем. Пришли, разделись, сидим, поем, разговариваем, обедаем, даже лежу за столом, трапезничают, поминают. Там подряд любой, любой репетир, убийца, который никогда-никогда Бога не знал. И он с тобой вместе к чаше будет подходить. Ты его никогда не знал и не будешь знать. И ты должен все это принять будешь. Второе темопея 2.19. Нам интересно, а когда же Бог узнает нас? Вот тут говорит, что вы не имели любви к Богу, я не знал вас. Значит, чтобы знал нас, надо любовь к Богу иметь. Вот уже мы одно дело заметили. А здесь говорит так, но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Вот кого Бог знает, он стоит в какую-то печать. А печать такая, познал Господь своих. Вот такая печать, как будто на ней написано, познал Господь своих. Так написано. А что дальше написано? И да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа. Вот под этой печатью, там еще как водянистым знаком написано. И да отступит от неправды. Значит, неправду надо знать, не приближаться и отступать и бояться. Чтобы нигде к неправде не прикоснуться. И при том, говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Показывайте друг другу. Псалом 1.6. Ибо знает Господь путь праведных, а путь и счастливых погибнет. Знает Господь путь праведных. Чтобы Он знал, значит, путь наш должен быть праведный. Как раз сегодня об этом говорили. Поступать по правде. А путь праведный только тогда, может быть, когда мы будем водимы Духом Божьим. На все случаи жизни нельзя объяснить. То есть человеку объясняешь только вирусом, но вы же про это не сказали. Ну, правда не сказал. Ну, нельзя же за руку все время водить-то. Ну, ты сам молись. И Господь будет показывать. Не будьте комплектными. Всегда думайте о других людях. Вот как люди зайдут, а как это будет выглядеть. Сколько времени я за столом сижу, все под контроль, поставьте. Сколько времени у меня зряшено, как поднимаюсь, сколько на молитве, сколько на чтение Слова Божьего. Что я для других делаю, а что для себя. Это путь праведных. 2 Петра 2.9. Знает Господь, как избавлять благощестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Вот что еще Господь знает. Как нас сохранять. Господь скажет, я тебе там помог, а тут на руках тебя нес. А вот здесь я тебя взял и перенес через препятствия, которые не мог. Вот здесь я тебя укрепил. Он знает нас, как часто мы к нему обращаемся. Говорим о своей немощи. Ну, я если прихожу, и меня знают в администрации. Почему? А я обращался. Я там был. Я сидел в главой администрации. Если никогда бы не был, он бы никогда и не знал. Хорошее отношение закрепляется очень быстро. Их надо подкреплять какими-то подарками. Ну, у нас есть что дарить сегодня-то. Так мы должны Господу подарить нашу жизнь, освященную Духом Святым. Это самое драгоценное его наследие. Потому что, ну, все имеет какую-то цену. А мы не имеем цены. Он за нас умер. Он пролил кровь свою. Один спасенный человек дороже всей вселенной. Вот есть такое выражение. Второе Тимофея 2.12. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Вот кого они знают. Кто отречется его. А как отречется? Да поступать не по слову. По своим прихотям. И сегодня, если этот экзамен-то вот устроить, ну, мало кто сдаст. Из тех, кто называется верующими. По Библии ты себя не сравниваешь совершенно. А отречение может быть на каждом шагу. Ефесянам 1.4. Так как он избрал нас в нем прежде создания мира. Чтобы мы были святы, непорочны. И тогда он знает нас. Он избрал, чтобы мы были святы. А это возможно только через принятие Христа. Жизнь во Христе. И все время, чтобы просить Господи. Приди и очисти нас от всякой скверности. Ты меня види, Ты путеводитель. Ты подсказывай, как поступать. Я выхожу сейчас, остановка мгновенно может измениться. Исайя 49.15. Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь. Он знает. А раз он здесь не забудет, помогает, то и на суде Божьем он не скажет, а кто ты такой? А это скажет тот, который обо мне свидетельствовал. Тот, который имя мое святое проставлял. И тогда, говорит, я засвидетельствую перед всей вселенной, исповедую перед Отцом Моим Небесным. Какое нам обещание дано? Вот в воскресенье вас зовут, мало кто ходит на свидетельства, даже в субботу. Сегодня можно отсидеться, вы горько будете жалеть потом. Вы те, кто ходят, прямо захватываете их и все время спрашиваете, а вы когда идете? Я хочу людям засвидетельствовать, потому что время уже приближается к исходу из этой жизни, а уверенности нет. Вот, что обо мне Господь расскажет. Люди, которые никогда никого не хоронили, не молились, то надежды на то, что их будут хоронить много людей, тоже очень мало. И мало надежды, что многие будут за него молиться. Мы это все как бы в долг даем, а потом все возвращается. Иеремия 23.39 Зато вот я забуду вас вовсе и оставлю вас. Это то, что вы отступили от меня. Какие простые слова и какие страшные. Я вас оставлю и забуду совсем. Почему и говорится, что я скажу на суде, я не знаю вас. Это не на суде Господь нас не знает, он здесь уже не знает. Ко мне был расположен один из баптистов, издалека приехал, все время со мной сидит, занимается, очень расположен, стал рукой креститься, и мы пошли в храм. Но он-то привык среди своих-то баптистов-то, но не такие же все-таки люди. И он пришел, со всех сторон толкает, я говорю, ты только свечи не бери, не оборачивайся. А его никто не знает. Он слышит, его бьют по плечу, он не берет, и сзади говорят, баптисты. А он говорит, а как она меня узнала? Да как это они всех так называют, баптисты. Он-то думает, что вы знали. Вот он когда отстоял службу, отстоял, ему было очень трудно. Он на одной ноге, вторая нога деревянная. Да выстоял, вышел. У меня, говорит, такое впечатление. Вот здесь я побыл, если бы я не знал, что это церковь, вот слепой бы. Что Бог набрал одних только дураков здесь. Или никогда Он их не избирал, этих людей. Они сами просто приволоклися, стоят здесь, что попало делать. Ни слова Божие не знают. Я попытался вышел разговаривать, никто ничего не знает. А нам зачем? Батюха нас благословил, и все, идите вам, ангел-охранитель, на дорожку. Он с одного раза уже нам характеристику дал. Я голову опустил, я не мог возразить. Я могу возразить, но только подтвердить его. Осия 4.6. Господь говорит, ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священодействия передо Мною. Даже, оказывается, священником можно быть, и Господь уже отверг. И священником Бог скажет, ты жертву приносил, руки поднимал, я тебя никогда не знал. Мы что думаем, что если в алтарь священник попал, и все теперь через него? Он-то нуждается как в нашей помощи в молитвах, чтобы там умом-то он не блуждал. До кого попал, это не исповедовал. До каждого исповедующегося надо бы спрашивать, как Евангелие ты считаешь, а как ты ее исполняешь? А другим-то свидетельствуешь? Нет, за сегодня вообще об этом не спрашивают. Ты отверг слово мое, а как отверг? Да ты не наставил. Исповедуй, это не по слову Божию. И Господь говорит, я отверг тебя от священной деятельности. Это не мои слова. Серафим Масаровскому это Бог открыл. Иоанну Затаусу открыл. Амос 8.7 Клялся Господь, слава Юякова, и говорит, поистине вовеки не забуду ни одного из дел их. Если он не забудет ни одно из дел, страшное дело. Господи, мы говорим, забудь все, что я делал. Так хочется все с нового листа начать писать. Как бы того не было. Это нам Господь обещает. Когда приходим к причастию, поистине. Господь говорит, все в оставлении грехов и в жизнь вечную. С каким страхом и трепетом надо приходить сюда. Псалом 77.10 А они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе его. И он отрекся. Все места Писания говорят о том, что Бог только в ответ так поступает, как мы с ним. Ты для меня медведем сделался, я для тебя медведем буду, Господь говорит. Вот как мы поступаем, мы как бы просим. И прости нам долги наши, как и мы прощаем. Мы не прощаем, ты не прощай. Притча 21.7 Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Опять о правде. Если отреклись, и Господь отречется. Нам молитвы свои надо все время расширять. Учитесь молиться своими словами. Посланник с филиппистом Павел говорит, открывайте свои желания перед Богом. Православные-то не умеют молиться. Вы послушайте, когда придется быть где-то в собрании, сходите все-таки к баптистам где-то. Послушайте, когда обыкновенная, простая, может быть и неграмотная старушка, и она молится. Сколько у ней там ласки. Сколько она имен Господу подыщет, когда говорит. Она все абсолютно, как будто первосвященник какой. Говорит, все запоминает. И знают таких молитвенников. Притом, я в разных собраниях был, и везде встречаются такие. Ну, другие стандартные говорят, бывает и пресетер. Но есть такие, что молитва буквально она пылает у них. Надо просить об этом Господа. Я встал на молитву, все исчезло. Я с Богом. Иеремия 9.6. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня. Иеремия 11. Обратились к беззаконию праотцев своих, которые отреклись слушать от слов моих. Вон в чем. Еще отцы наши, деды, прадеды отреклись. Ну, это православное наше состояние. И Господь говорит, и я вас не знаю, если вы меня не знаете. Матфея 10.33. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом Небесным. Титул 1.16. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны, неспособны ни к какому доброму делу. Как же он может, Господь, знать этих людей? Да к этими людьми-то это мы все можем быть такими. Отрекайтесь знать меня. Значит, все время надо молить Господи, открой нам волю Твою. А как я сегодня должен поступать? Как вставать? Как ложиться? Как молиться? Каждый шаг взять под контроль. Откровение 2.13. Знай твои дела. Там, говорит, я вас не знаю на суде. А тут, говорит, знаю ваши дела, и ни одного из них не забуду. И что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей. Вот если так о нас будет сказано, что он видел, как мы ходили, страдали, ради Христа все переносили, у нас будет прямой вход в Царство Небесное. И откровение 3.8. Евангелие от Матфея, они не просто им были сказаны, евреям, это к нам сегодня. Господи, скажи о нас, когда придешь от Ту Небесного, что Ты нас знаешь. Каждый день. Ты знаешь нас до дня рождения, тем более, когда мы обратились, приняли святое крещение, чтобы ходить во свете лица Его. Аминь.